Добрый день, уважаемые телезрители! Снова в эфире программа «Точка отсчета» Как обычно, по воскресеньям в 17.00 мы выходим в наш интернет-эфир И сегодня у меня в гостях уникальный гость Андрей Синицын, критик, литература ВЕД, фантастика ВЕД Один из активно действующих на территории современной России литературных агентов, издатель В общем, уникальный человек, практически Юлий Цезарь Добрый вечер Андрей, и сразу начнем нашу беседу с продолжением того, о чем мы говорили в прошлый раз В студии у меня неделю назад были молодые авторы Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Трукченинова И одной из основных тем, которые мы активно обсуждали Была навязанность термина НТА Молодой и талантливый автор и отношение к нему современных начинающих и активно продолжающих авторов молодого поколения, кто начал писать с 2000 года Авторы воспринимают этот термин достаточно негативно Однако я знаю, что у многих современных критиков и литературведов и вообще кто имеет отношение к фантастике Термин НТА чуть ли не синоним слова Графомана и используется в несколько издевательском ключе Что вы можете сказать по этому поводу? Применяете ли вы сами этот термин и насколько он соответствует качеству письма современных молодых авторов? Ну термин НТА, конечно, я применяю, потому что это уже устоявшийся термин Но я лично в этом термине не вижу ничего оскорбительного для молодого автора Это просто, этот термин означает просто некую категорию Категорию авторов, которые обслуживают нынешних читателей Не секрет, что в советское время читатель был достаточно квалифицированный Соответственно была и другая фантастика Фантастика рассчитана на того самого читателя, того самого младшего научного сотрудника института Доцента, интеллигента, который искал в каждом фантастическом произведении какие-то диссидентские корни Но в нашей стране достаточно серьезно все изменилось И соответственно изменился читатель Читатель стал совсем другой В фантастику пришли читатели, которым 15-25 лет У них совершенно иные интересы Они совершенно по-другому смотрят на мир И интересы младших научных сотрудников 60-х годов никак с этими интересами не коррелируются Соответственно в фантастику пришел другой писатель Молодой, талантливый автор Который занимается обслуживанием Я подчеркиваю этот термин, обслуживанием Этих самых читателей Потому что они являются сейчас основными поставщиками денег издательства Собственно все Ну так или иначе в большинстве и средств массовой информации И литературе веческих изданий Ну и в частных беседах В том числе в интернете Термин МТА используется все-таки с некой издевательской такой ноткой И является чуть ли не синонимом слова графоман Ну я не хочу делать, коррелировать слово МТА И термин МТА и графоман Здесь собственно другое совсем Опять же я вернусь к корням То есть просто требования читателя нынешнего молодого Они не настолько высокие Какими были, скажем, у тех же самых фэнов В 60-е, 70-е, 80-е годы Вот Поэтому Тому же самому молодому писателю Ныне пришедшему фантастику Нету никакого смысла Совершенствовать свое творчество Совершенствовать свой стиль Свой язык Потому что он и так востребован То есть это в общем-то свойство В принципе русской души Русской характера Ну не только русского, а славянского Можно посмотреть на то Как у нас играют теннисисты Как играют футболисты Как играют Как там работают люди В банках, в офисах Человек, достигший определенного финансового благополучия Перестает совершенствоваться Это Если западному человеку Западному Писателю Западному футболисту Западному Офисному работнику Присущи такие Характерные черты Как Самосовершенствование Старательность То Русский человек он другой Он совершенно другой То есть Ну какой смысл Простите меня Автору Совершенствоваться Если первый его роман В издательстве Выходит тиражом 35 тысяч И он Получает восторженные отзывы В интернете И гонорар Этого автора Там скажем 600 долларов Увеличивается До 20-30 тысяч Долларов За один роман Он покупает себе машину Он чувствует себя самостоятельным За него начинают бороться Крупные серьезные издательства Повышая ему гонорар И так далее И тому подобное Совершенно естественная Реакция этого человека Состоит в том Что он просто Перестает работать Он пишет так Как он писал То есть Грубо говоря Получается Что МТА Это авторы Которые не хотят Совершенствоваться Нет Я не хочу сказать Что авторы Которые не хотят Совершенствоваться Это авторы Которые В силу Обстоятельств Сложившихся Работают на том уровне На котором На котором Они начали Работать Это не их Вина Это скорее Их беда Причем Это беда Всей нашей фантастики Это беда Тех обстоятельств Которые она попала Я уже объяснил Что не надо путать Причину со следствием Что не Вина Авторов В том что они не хотят писать А вина читателей Которые покупают Тексты Абсолютно неразборчивы Но Опять же Они покупают Эти тексты Покупают эти книги По одной простой причине Потому что Им интересно Это читать Достаточно Всего-навсего Двух-трех приемов Которым пользуются Молодые Талантливые авторы Как правило Это некий Ауэйцайдер Из нашего Из нашей современности Который здесь никто Никому он не нужен Ну то есть Грубо говоря Некий аватар Который себя может Отождествить читателем Безусловно И попав в иной мир Там Мир тысячи солнца Или там Мир драконов Он устроит там Всем динарами Да Он становится там Героем и так далее Собственно Это Основная мысль Практически Там Не знаю Пятидесяти процентов Нынешних молодых людей Я не понят Я не гилист Ну дайте мне Мир И я его переверну Дайте мне рычаг Этим рычагом Является произведение Молодых талантливых авторов А И поскольку Именно Молодые талантливые авторы Они же того же самого возраста Как читатели Которые покупают Эти книги Все И В связи с этим Происходит Полная идилли Авторы пишут Так как они могут Читатели получают То что они хотят Издатели получают То что они хотят Круг замыкается Молодой талантливый автор Является лидером Нынешних продаж Современной фантастики И все же Если молодой талантливый автор Захочет Самосовершенствоваться Захочет От этого Статуса Двигаться Куда-то выше Существуют ли у него Какие-то перспективы Вот читатель Дональд Нас в чате Спрашивает Примерно об этом Что делать Начинающему автору Который не устраивает Статус Обслуживающий Интересы Молодых читателей Ну здесь В общем Уже Это Каждому Каждому персонально Я например Могу сказать Вот В прошлый раз В студии был Алексей Пехов Я не могу Назвать этого писателя Молодым талантливым автором Вернее Причислить к категории То есть я его могу Назвать молодым талантливым автором Но именно в том Первоначальном значении Этого слова Ну да То что он молодой Талантливый Да То что он молодой Талантливый И в принципе Допустим Если вспомнить Еще допустим Такого писателя Как Леонид Каганов Который тоже Молодой Талантливый автор Но извините Он в категорию МТА не попадал никогда Вообще Даже Когда писал Первые свои произведения У Алексея Пехова Я могу Первые произведения Скажем Отнести к этой категории Но он совершенствуется Он совершенствуется И например Сейчас Есть такой Междайский проект Который называется Лучшие писатели России Еврокону 2008 Так вот И Леонид Каганов И Алексей Пехов Участвуют В этом проекте Скажем Наряду С такими писателями Как Перумов Лукьяненко Панов И так далее Вот А часть Молодых Талантливых авторов Которые Даже прекрасно Продаются Даже прекрасно Продаются Вряд ли Попал В категорию Мог попасть Вообще В этот проект Ну И все же Если попытаться Себя представить Некого Обобщенного Универсального МТА Который Ну в общем Да Там продается Да Обслуживает Интересы Этих самых читателей И все же Он хочет Подняться На некую ступеньку Повыше Существуют ли Какие-нибудь Там Классы Повышение Мастерства Литературные Может быть Учебки Или что-то В этом роде Куда можно Посоветовать Обратиться Такому автору Ну В принципе Конечно Существует Хотя Такого уровня Как Было это В Советском Союзе Как например Малеевка Или Дублты Сейчас Достичь Пока не удается То есть Допустим Те же самые Малеевка И Дублты Прошли И Лукьяненко И Васильев И многие Нынешние Лидеры И писательского Мастерства И продаж Одновременно Вот Но сейчас Есть такая Конференция Она называется Роскон Вот Это конференция Фантастики Которая проходит Уже Хочу заметить между строк Что Андрей Один из организаторов Этой конференции Спасибо Если мы попросим Оператор Показать Эмблему На груди Андрея Да Это собственно Официальная эмблема Роскона Вот Да Вот на этой конференции Она проходит Уже 7 лет На ней Существуют Так называемые Мастер-классы Где Авторы Которые считают Что их Мастерство Недостаточно С их точки зрения Что они Что им надо Совершенствоваться Что им надо Подниматься В своем уровне То они общаются Как раз С теми самыми Мастерами Которые Могут помочь Им В работе Это И Сергей Лукьяненко И Ник Перумов И Андрей Лазарчук И Александр Громов И Олди Ну в общем И Марина Сергея Диченко То есть за 7 лет Практически все Лучшие Российские Авторы Проводили Мастер-классы И замечу Что по итогам Этих мастер-классов Кстати Выпускали Сборники Вот Поскольку Эти сборники Я готовил К выпуску То могу Сказать Что в принципе Победители Мастер-классов Безусловно Рассказы победителей Мастер-классов Безусловно Поднимаются Над уровнем Категории МТА Андрей А можно тогда Вкратце Как все-таки Проходили Эти мастер-классы Что значит Победитель Рассказ победитель Ну Значит Некоторое количество Участников Отбирается Перед Конференцией Рассказы Присылают Старости Конференции Дмитрию Байкалову Происходит Отбор Этим занимается И непосредственно Байкалов И сам мастер То есть Скажем Андрей Лазарчук Он рассматривает Эти рассказы Отбирает Лучшие И с этими рассказами Эти людей Которые Отобраны Они приезжают На конференцию Роскон Там происходит Семинар На котором Мастер Разбирает Произведения Каждого автора При этом Еще авторы Читают Произведения Друг друга И Недостатки Достоинства Произведения Разбираются И указываются Автору На Возможность Той или иной Доработки Рассказа Соответственно Самый лучший Рассказ Рекомендуется Кубликации Я могу Сказать Что Тоже Между срок Что Сергей Чикмаев Был дважды Победителем Роскона У двух Разных Мастеров Вот И После Одного Из Участников На Росконе У Сергея Вышла Первая книга Примерно Такая схема И была А вот Тут Как раз У нас Читатели Интересуются По поводу Одной Из профессий Вашей Андрей Что Есть Литературный Агент В современной Фантастической Книгой Издании Как он Действует И действует На том же Самом Расконе Как вы Сказали Рассказы Победители Мастер Классов Вот Эти авторы Поднимаются Над каким-то Определенным Уровнем Вы Интересуетесь Этими Авторами Как литературный Агент Подвигаете Ли их Потом Да Безусловно Интересуюсь Процесс Профессия Литературного Агента В России В настоящее Время На самом деле Не очень Благодарна Вот Потому что Нет Достаточных Юридических Оснований Для этого Тут Это вообще Достаточно Сложный Вопрос Мы В общем В данном В данном Контексте Касаться Не будем Но что Касается Моих усилий Если мне Допустим Автор какой-то На той же Конференции Понравился Либо у меня Есть какой-то Личный Контакт Допустим Автор может Сам ко мне Подойти Либо я Кого-то Выделю То я Стараюсь Донести Произведение Этого Автора До Произведение Этого Автора До Издателя Не секрет Что сейчас Самотек Фантастических Издательств У издательства Занимающихся Фантастикой Достигает 100 рукписей В день То есть Это чудовищные Размеры Это чудовищные Размеры Соответственно Редакторам Отдела Фантастики Совершенно Невозможно Все это дело Прочитать Просмотреть Ну да Делить зерна Отплею Да Иногда возникают Такие вещи Что годами И даже там Не хочу сказать Десятилетиями Но Очень продолжительный Период времени Достойная рукопись Валяется У издателей Соответственно Задача Литагента Донести До издателя Некие сведения О том Что он может Потерять Качественную рукопись И в процессе работы С Тем же самым Произведением Потому что Я Бывает Если я Занимаюсь Автором То я Фактически Произведение Довожу До самой Последней стадии То есть Я бываю Там и редактором И корректором Ну не я конкретно А скажем Некий коллектив С которым я работаю А получается Что вы Доносите Рукопись Начинающего Там молодого Автора Вне очереди И если она Одобрена То вы уже Доводите ее До печатной стадии Да Да конечно И собственно За свои услуги Комиссионные Достаточно Разумные Там от 10 до 15 процентов В зависимости от качества рукописи В зависимости от перспектив И так далее Вот Но в принципе Я занимаюсь все таки В основном фантастикой Потому что Рукописи Скажем Связаны с приключениями Или с детективами Или с женскими романами Это существует Своя специфика И не всегда Получается С ними Доводить дело До завершения Ну то есть Если нас сейчас Слушает кто-либо Из авторов Кто давно И бесплодно Пытается Продать пару Своих фантастических Романов Издать То он может С вами связаться В принципе Да Я не против По какому адресу Это можно сделать Или как Вас можно поймать Всем приехать на Роскон И ловить там Андрея Синицына Ну конечно идеально было Приехать на Роскон Да Это Думаю что это Самое правильное Вот Но самым нетерпеливым Я могу дать Свою мейл Я в общем Не Абсолютно Не скрываюсь Вот Наверное нам нужно Сказать В первую очередь URL Где можно найти В интернете Сайт Роскона Это Convent.ru Да Раздел Роскон www.convent.ru Это сайт Посвященный Всем литературным Фантастическим Конференциям И там Раздел Роскон Андрей Но ситуация Складывается так Что Роскон Постепенно Ну даже не постепенно Наверное чуть ли не С первого года Его создания Стал Едва ли не ключевым Конвентом В России То есть есть более массовые Например как Зеландкон Но там вроде как В основном Ролевые посетители Из ролевой Тусорки Да да Там ролевиков больше А литературные Более массовые Наверное нет И ситуация Такая Что в 2008 Году В России Будет проходить Европейская Литературная Конференция По фантастике Еврокон По традиции Она проводится Вместе с Центральным Конвентом Той страны Где проходит И получается Что весной 2008 Года Мы получим Одновременно Роскон И Еврокон В одном флаконе Да Это действительно Так Только надо еще Уточнить Что в данной Ситуации Еврокон Одновременно Проводит Одновременно С Евроконом Проводится Не только Роскон Но еще И питерская Конференция Интерпресскон То есть мы Делаем на базе Двух конференций Другой вопрос Что она проводится В Москве Только по причине Ну Более удачного Географического Положения Москвы И возможности Возможности Оргкомитета Вот А так конечно Да То есть Фактически Не только Сочи В этом году У нас стали Победителями Тендера Но и Вот Россия Получила Еврокон Европейскую Конференцию Фантастики На нее съезжаются Все Любители Фантастики Со всей Европы Вот там С общим Голосованием Делегаций Получает Звание Лучший Писатель Европы Кстати В 21 Веке Усилиями Российских Авторов Мы получили Четыре первых Места У нас еще Я сказал Российских Авторов Хотя Я в общем В принципе Я не оговорился Потому что И Генри И Марина Сергея Диченко Они конечно Выдвигались От Украины И получили От Украины Но издаются Они в России И пишут По-русски У нас еще Получилось Два Лучшего Журнала Европы Украинский И российский Ну на самом деле Не только два У нас получился А еще И если получал И мир фантастики И реальность фантастики И я так думаю Что Если вспоминать Все звания Которые в 21 веке Получила Россия То тут конечно Мы находимся Вообще Вне конкуренции Поэтому соответственно У нас Естественным образом Мы получили конференцию Еврокон А можно немного Поподробнее Кто из официально Приглашенных ВИП гостей Будет на этой конференции Какие Ключевые мероприятия Можно ожидать Что Европейского Добавит Еврокон В Роскон Ну как правило Европейского Добавляется В основном Бюрократическая рутина Которая Фэнам Неинтересна Это вот выборы Всяких Руководящих органов Европейской конференции Выборы Лучшего Европейского Автора Но Есть еще Конечно же Та изюминка Что Во-первых Приезжают Европейские Фэны То есть Делегации Европейских Делегаций Делегации Европейских Фэндомов И это Конечно Очень Ключевой Момент Общения Потому что Мы Перестаем Вариться С собственным Соку Понимаем Что еще Что интересует Европейских Фэнов Это очень любопытно Я в частности Там С 97-го года Был почти на всех Евроконах Там За исключением Одного-двух И в общем Хочу сказать Достаточно Существенное Отличие Восприятии Фантастики И всего Происходящего Происходящего В мире Мы Относимся К фантастике Все-таки Как к литературе К Некому Элементу Культуры Европейские Фэны Они Ближе К нашим Ролевикам Это Просто Очевидно И Там Допустим Вот Есть поклонники Определенной Серии книг Или Определенного Автора И они Будут В общем-то Совершенно Их будет Не интересовать Ни что происходит Ни литературный Процесс Ни Так сказать Произведение Других авторов То есть Там есть Допустим Поклонники Терри Пратчета И все Они Устраивают Маскарад Ходят Каждую Новую книгу И ходят За Пратчетом Гуськом Точно так же Есть поклонники Гарри Гаррисона Есть поклонники Буджоут Либо Есть поклонники Там условно говоря Стартрека Горца Там И так далее Ну там еще чудовищное Количество поклонников Аниме-сериалов Да-да Ну это В общем Это все есть У нас же В общем-то Это Эти субкультуры Пока вот так серьезно Не прижились И если За этим и можно На это можно посмотреть Да То это скорее Можно увидеть на Зиланд-коне А не на Росконе Вот Ну и второе Конечно Это Западные Вип-гости Которые Приезжают Периодически Себя показать И на других Посмотреть То есть даже На последнем Росконе У нас был Например Майкл Суэнвик Достаточно Любопытный Автор То есть на мой взгляд И среди интеллектуальных Любителей фантастики Любителей интеллектуальной фантастики Такой нестандартной Он конечно Выделяется Читатель Дональд Предлагает Пригласить Роулинг Ну во первых Это достаточно сложно С финансовой точки зрения Вот А во вторых Я думаю Что и не нужно Потому что Вот Я собственно Что имею ввиду Что у нас Вот такого Если мы пойдем По пути Приглашения Роулинг Еврокон Превратится Вечер поклонников Гарри Поттера Да Пройдут мальчики и девочки В плащах В круглых очках И с совами Вот И будут Собственно Прыгать вокруг Этой писательности То есть Честно говоря Нам в общем-то Даже роулинг Неинтересно Просто с точки зрения Нашего подхода К организации конференции Ну вот читатели Как раз в тему спрашивают Сравним ли уровень подготовки И проведения конференции Роскон С крупнейшими Западными конференциями Типа Вордкона Нет конечно Читатель Фольстав Очень интересуется Ради чего Рядовому Рядовому любителю фантастики Стоит посетить Еврокон 2008 Ну В общем Я Ну я По очереди буду отвечать В порядке поступления Я считаю так Что Пока Пока уровень Роскона До уровня Вордкона Вордкона Конечно Не дотягивает Но могу Сказать Что здесь Мы ограничены Только средствами То есть Если Вордкомитет Получит Необходимые Спонсорские Вливания А могу сказать Что последние Несколько конференций Мы делали Практически На собственные Средства Вот То уровня Вордкона Мы в общем Достигнуть Вполне Можем И честно Говоря У оргкомитета Роскона Есть такие Мысли Сейчас Пока Они конечно Такие Прожектерские Но почему И нет Провести Вордкон 2017 Года Столетию Октябрьской Революции В Москве Вот Это вполне Могут Поддержать И европейцы Они тоже Любят Разные Приколы Вот Так что В общем По большому счету Дело только В общем В средствах Если найти Необходимые Там 500 тысяч Долларов То можно Сделать Прекрасную Конференцию Но не превратится ли Тогда в итоге Фантастическая конференция В некое Городское мероприятие Как это все время Случилось С Харьковским Конвентом Очень может быть Очень может быть Вообще В принципе Я хочу сказать Что Волткон Это коммерческая Мероприятие Оно уже Как связано Оно связано С тем Что Некоторое количество Групп Экономических Борются между собой За право Проведения Этого мероприятия И Они Строят Свою конференцию Так Чтобы в результате Получить прибыль Роскон За все время Существования Прибыли не получал Наша задача Состоит как раз Без ложного Пафоса В том Чтобы Фантастика В России Развивалась Мы В общем-то Фактически Только Бесплатно Абсолютно Учим Молодых Людей Писать И Не забываем Никогда Старшее Поколение Потому что На Росконе Например Существует Приз Большой Роскон Который Мы вручаем Ветеранам И Несколько Раз Были Некоторые Денежные Премии Ветеранам Которые В настоящий Момент Чувствуют Себя Недостаточно Уверенно В связи С тем Что Их Там Вещи Не Публикуют Вот А Волткон Это Коммерческое Мероприятие Может быть Мы Когда Нибудь К этому И Придем Хотя Честно Говоря Мне Бо Этого Не Хотел Так А можно Тогда Поподробнее Что же Это За Премия Роскона И Премия Еврокона Что Они Дают Авторам И Насколько Они Улияют На Издательский Процесс То есть Может Ли Автор Штампануть Лучший Поиск Лучший Роман И Ну Скажем Так Я Не Буду Кривить Душой Я Не Уверен Что Надпись Лауреат Роскона Влияет На Серьезную Серьезную Увеличение Тиражей Ну И Не Ответить Тенденцию Следующая Тенденция Что Издатели Все Чаще И Чаще Начинают На Обложках Писать Такие Такие Вещи В частности Это Практикует Издательство Эксмо Которое В общем-то В излишней Сентриментальности Объявить Обвинить Невозможно Значит Если Издательство Эксмо Пишет На своих Обложках Лауреат Роскона Лауреат Еврокона Таскать И так Далее И так Далее И так Далее Это Говорит О том Что Это Какие-то Выгоды Из такой Надписи Можно Получить В последнее Время Особенно На страницах Фантастической Прессы В частности Журналы Мир Фантастики Развиваются Достаточно Активные Дискуссии Легитимности Вообще Фантастических Премий Насколько Можно Говорить О том Что Фантастическая Премия Врученная Голосованием Там 200-300 Гостей Может Говорить О том Что Это Лучшее Российское Фантастическое Поиск Фантастический Роман За Такой-то Год Ну В общем Я Честно Говоря Тоже Продерживаюсь Такого Мнения Что Конечно Отечественные Фантастические Премии Это В некотором Смысле Такая Игра Взрослых Людей Но Во-первых Все-таки Не 200-300 Человек Выручают На Росконе А Последним На Росконе Было Более 700 Человек Но Не все же Они голосовали Согласен Около 450 Человек Голосовали Во втором Туре При среднем Тираже Даже Для начинающих 5000 Это даже Не 10% Я понимаю Но Премию Хьюга Дает 5000 Американских Фэнов При среднем Тираже В 100 200 А то и 500 Экземпляров И Премия Хьюга Считается Вполне Легитимной Но Премия Хьюга Все-таки Имеет Определенный Список Который Выдвигает Ну Если не Фантастическая Академия По типу Оскарской То все-таки Некоторое Количество Людей Подкованных В фантастике У нас же На Росконе Если я правильно Понимаю Лист ставится Все новые Проведения За прошлый год Ну Это я могу Сказать так Что Это сделано По одной Простой причине Что Люди Которые Приезжают На Роскон Люди Которые Приезжают На Роскон Это Наиболее Профессиональные Люди То есть Я могу Сказать Что Фактически Редко На Росконе Можно встретить Фэна В таком Классическом Понимании Как правило Это человек Занимающийся Фантастикой Профессионально Он Либо Занимается Журналистикой Либо Художник Либо Начинающий Писатель Либо Кто-то Еще То есть Фактически Это Выборка Людей Которые Приезжают На Роскон Она Является Ну Наиболее Легитимной В том Смысле Что Те Кто Не приехали На Роскон По тем Или иным Причинам Они Просто Либо Не посчитали Нужным И то есть Тогда Их мнение Не учитывается Либо Просто Этого мнения Не существует Вот Как правило Вот из тех 700 человек Которые Приезжают На Роскон Они Ну Грубо говоря За свои слова Отвечают Я Не Далек От мысли Что Там Премия Роскона Она Является В каком-то Смысле Там Верхом Гениальности И тому Подобного Но На мой Взгляд Придумать Что-то Лучшее Пока Невозможно По той Простой Причине Что Если Там Была Какая-то Фантастическая Академия При Там Скажем Премии Хьюга Да Или По премии Небилла Я вообще Молчу Когда Там 20 академиков Соответственно Избирают Не 20 Это как раз Хьюга Премия Небилла Это например Такая существует Научно-фантастическая Ассоциация Америки Туда входит Абсолютно Необязательно На писателя Туда Входят И художники И литературные Агенты И так далее И ты Голосуешь Там Отдаешь Свой голос Это Фактически Тот же Самый Роскон Между нами Говоря Вот И Мне кажется Что Были попытки Делать Жюри Как это Было На страннике Как это Собственно Сейчас Происходит Энтерприсконе И каждый год Существуют Ужасные скандалы Что Того не включили Этого не включили По причинам Необъективности В данной ситуации На Росконе Необъективности Нет никакой Приехал человек На конференцию Голосование происходит Два тура В первом туре Фактически Все приехавшие На конференцию Люди Являются той самой Номенационной комиссией Которая И отбирает Голосование Второго тура И кстати Могу сказать так Что поскольку Контингент Грубо говоря Меняется То есть Если на первом Росконе Я знал Всех Все 150 человек Которые приехали Были у меня знакомы То на последнем Росконе Я был знаком Наверное С 350 людьми А остальных Я просто не знал И в связи с этим Поскольку Меняются люди Меняется Мнение Возраст Приехавших на Роскон Становятся Так сказать Люди Молодеют И молодеют То могу сказать Так Так что Вот это мнение Что там Скажем Одни и те же Получают Да Это пока Происходит Таким образом Но с каждым Годом Уже во всяком случае В номинационные Списки Попадают Люди Ну в общем Которых Когда-то Называли Молодыми Талантливыми Авторами В этом году Бронзовый Роскон Получил Пополучила Пара Молодых Людей Каладан Шейнян И поверьте Никто там Ничего им не Подслуживал И никто Никаких Спонсорских Взносов Не платил Дополнительно Точно так же А если посмотреть На номинацию Я имею Второй тур То там вообще Серьезные изменения Там Если внимательно Действительно Смотреть А не просто Из прекрасного Далека Осуждать Конференцию То во втором Туре Во втором туре Очень много Интересных фамилий Там и Громыка Там и Пехов Там и Овчинников То есть Молодых людей Которые сейчас Проявляют себя Достаточно активно Все больше и больше И поверьте мне За горами тот день Когда Тот же самый Молодой Талантливый автор Я имею ввиду Не категорию А имею ввиду Качество Получит Роскон Ну действительно Тяжело Все таки Серьезно Говорить О том Что 700 Приехавшие На Роскон Гостей Даже пускай Все 400 Которые проголосовали Проголосовали Прочитали Предварительно Все тысячу позиций Новых Романов И повестей Конечно нет Я абсолютно В этом уверен И в основном Выборка Идет из наиболее Тиражных И из наиболее Находящихся На слуху авторов Так что ситуация Не меняется Сколько бы людей На Роскон Не привести Не скажу Не скажу Например По поводу Лукьяненко Можно так сказать А тиражи Тиражи Того же Головачева Панова Васильева Злотникова Превышают Тиражи Дилова И Громова Тем не менее Громов Например В прошлом году Выиграл Просто Все На всех конференциях И на И на Роскон И на Интерпресс И на Звездном мосту Все получил Громов Хотя его тиражи Приблизительно Сейчас Около Десяти тысяч Экземпляров Что дает повод Говорить Вот В далеких От конвентов И зданиях И уж тем более В интернете О некой семейственности О том Что Члены арткомитета И участники Конвентов Награждают По округу Друг друга Да нет Я не думаю В принципе Можно конечно Говорить Но Причем Здесь собственно Громов Громов Просто пишет Я объясняю Опять же Почему Саша Громов Например Получает Эти призы Постоянно Да Потому что В настоящий момент Люди Приезжающие На Русском Это еще Поколение То Которое Ездило На конференции Еще при Советском Союзе Которое помнит Старые элиты Которое помнит Еще Золотой век Советской фантастики И Представление о том Какой должен быть текст Какой должен быть текст Что такое элита Коротко между строк А элита Это старейшая российская конференция Она происходит В Екатеринбурге И там Еще с 70-х годов Вручали Приз Лучшему Советскому фантасту То есть Это некий Показатель качества Да 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 Вот Кстати могу сказать Что Все лауреаты Роскона Получали Элиты Это так Просто к слову Вот Тоже самое Тоже самое Громов Например В том же году Элиты получил Вот Но собственно Дело о другом Дело не в этом Дело в том Что сейчас Я опять же объясняю Приехать на конференцию Роскон Это означает Некие душевные усилия И даже некоторые Финансовые усилия То есть Человек Приехав на Роскон Он как бы Отвечает за себя Отвечает за свои слова Очень легко В интернете Открыть Там Строку И написать Что Громов Там козел Или Байкалов Урод Или Синицын Там идиот Это очень просто А Для того чтобы ответить За свои слова Проголосовать Приехать на конференцию Нужно приложить усилия И вот Люди которые Способны это сделать Способны сделать Такие усилия Пока еще В массе своей Принадлежат Прошлому К тому времени Когда Ну то есть Грубо говоря К тому поколению Которое привыкло Ездить на конференции Да конечно И поэтому Общение на таких конференциях Еще не было заменено Интернет чатами Да Безусловно И поэтому пока Вот могу сказать так Именно поэтому Именно по этой причине Выигрывает По его произведению Громова Дивова Лукьяненко Они написаны Даже в стилистике И И стилистически И по уровню Мастерства Они приближаются Не приближаются Даже превосходят В некотором смысле Я это могу утверждать Поскольку я занимался Тут такой серией Мастера Советской фантастики И я Прочитал большое количество Произведений Советской фантастики Уже не предвзято А как редактор И могу соответственностью Сказать Что в общем Были там Прекрасные произведения Замечательные Но легенда О том Что советская фантастика 60-х годов На голову Превосходит Там Нынешнюю российскую фантастику Это действительно легенда Так вот Но постепенно Возраст Приехавших И Я говорю Количество людей Меняется То есть я Вот Совершенно серьезно могу сказать Что пройдет 3-4 года А может быть и 5 лет Но в общем Наверное и не больше И если тенденция К смене Поколений На конференции пройдет Если люди будут Действительно ездить На конференцию И голосовать там А не просто Изливать свой яд В интернете То поверьте Через Вот Названный мной Примежуток времени На русской Не появятся Новые лауреаты Никто Не собирается Кого-то искусно замалчивать Это совершенно очевидно Так время Эфира у нас постепенно Идет к концу Несколько личных вопросов От читателей Наш активный читатель Фольстав Интересуется Кто же все-таки Из западных Випов Приедет на Еврокон 2008 Вот он пишет Что был Объявлен Нил Гейман Но он сорвался Кто же все-таки будет А Значит Ну по поводу Геймана Да К сожалению Не получается Это С одной стороны Наша вина С другой стороны Да Собственно Вот я говорю Разница менталитетов То есть В принципе С Гейманом Была устная договоренность Два года назад На одной из конференций Поскольку ему Не послали Официального письма Конечно В этом Безусловно Наша вина Вот Он отказался Но и он Все скандальный Человек Очень любит Испеть Скажу честно Пока Я не могу Назвать эти фамилии Просто Передача Выходит Такой Переходный Период Мы сейчас Уезжаем 20 числа В Копенгаген На Еврокон Как раз 2007 Которая Происходит Там И там Окончательно Уже Уже Будет Понятно Какие Авторы К нам Приедут Вообще Честно говоря Вот Пример Геймана Заставляет Меня промолчать И Хотя Договоренности С некоторыми Авторами Уже Существуют Через неделю У нас В гостях Тоже Будет Очень Интересный Гость Александр Уэфи Это Паровоз Локомотив Двигатель Проекта Публикант Тру Электронных Публикаций В интернете За которые Авторы Могут Получить Деньги Так Что Те Из Молодых Авторов Кто Нас Сегодня Смотрел Слушал И Узнавал Тайны Литературно Агентских Миссий И Книга Изданий Может На следующей Через неделю Послушать И Тайны Как Можно Опубликовать Свой Текст В интернете Даже Получить За это Немножко Денежек Вот Смотрите Нас Через Неделю Сейчас За нами Будет Василиса Значит Следом За нами В 6 часов Албанская Передача Сказга С Василисой Рекомендуем Смотреть Ну а мы Прощаемся С вами До следующей Недели Всем До свидания Всего доброго До свидания